Приветствую всех на канале VGames, и у нас Mortal Kombat 1, 23-го года, сейчас мы проходим башни и смотрим эпилоги персонажей. На этот раз мы будем играть бойцом, главным злодеем, ну я так говорю, я не знаю точно, может он главный злодей, я еще даже до сих пор не проходил сюжет. Шан Сун, он дается за предзаказ Premium Edition, 19-го числа вы все получите вроде доступ к нему, если... Ну я не знаю, я не шарю, в общем, 14-го числа он доступен тем, кто предзаказал Premium Edition. Не будем тянуть, играем. Зэ Шэн Суна, и кого вы его взять вообще, кому его в тему брать? А, ну, я возьму его. Ха-ха, робо-ниндзя. Ребят, пишите в комментариях, если вы хотите послушать все фразочки Джонни Кейджа, комментатора. И также пишите в комментариях следующего персонажа, чей эпилог вы хотели увидеть. И первый бой у нас с Рейном. Не знаю, это вот так, и вот так, это еще раз. Сэрекс. Но-о-о-о! Он какой-то щит сделал, даже не видел. Я еще ни разу не сражался, по-моему, с Рейном, или сражался, но не обращал на это внимания. Будет только хуже. А-а-а, я успел от себя черепушку швырнуть. На тебе. Не попал? Я опять не попал. О-о-о, зато ты, ты моего этого бедного Сарекса коснул. Да, господи. Да ты офигел? Ну нет, это уже никакие рамки, реально. О-о-о, она сгасит. Вы что, это только первый бой меня сжигает? О-о-о! Ах, ё-моё! Ну ладно. Так вот, как-то получилось, вперед. Лью Кейн и Сунджинко. Сунджинко! О, потом. Женская банда у нас. Окей. Пирот. Ах ты бот. Че происходит? Можно не стрелять вот так, а? Не забывай, что ты играешь против муба. Люкан. Трэш. Какой ты полетел я сзади за тобой? Я нажал на захват. Ребят, этот NPC, искусственный интеллект меня врубает, реально. Делайте это упражнение каждый день, а спина болеть не будет. Ли Мэй и Сарина. Следующие наши жертвы. Они как-то по цветам выбирают. Ну, здесь, конечно, Сарина была в синем костюме. В другой палитре. Сейчас тоже выстрелит в ответ. Ну, пыталась, по крайней мере. А-а-а. То ли баф, то ли не баф. Не понимаю. Ну. Че ты меня сбиваешь? Может, и стариков не будешь бить, а? Ха-ха. Ли Мэй, спокойно. Ё-моё. А, если вот так. Сейчас опять такая это... Думал, возьмет и сделает мне... свой этот... Феттл Блоу. Хватит бить старичков, ну. На-те. Страшно к тебе подходить. Женщина бешеная, понимаете? Прикалываешься, Ли Мэй? Спокойно. Сейчас опять, ё-моё. Никакого бруталицы. Никакого праздника. Угу. Ребята, взрыв вообще огонь. По звуку, это реально мощно. Рептилия Соня. Вы смотрите, был отряд фиолетовых, теперь отряд зелёных, потом отряд жёлтых. О, рептилия крутой чел. А-си. Ах ты! Блевану... О! Фига себе. Я тут в такую невидимость входит, облёвывает себя. О, рептилия. Прикольно. Это не может не радовать. Это реально прикольно сделано. да опять себя блевал малой засранец не не попал да ну нафиг топи я понимаю что играть не умею но блин можно поддаваться капец рано сделать захват и чё не надо опять не скрываться все посмотрите сейчас он опять разозлился сейчас не под последний раунд не будет спокойствия что начал продаваться ребята приятного аппетита черепушка шансу ночь против шансу ночь а ну окей хорошо хочешь драться стариками будем рад стариками ого ты чё такое было а Ты, УДИ. не царапайся, ух ты, брейкер, и сайрексный брейкер это годно, да ты что-то не тот делаешь, как ты там свою траву, а, так я не те кнопки жму, ё-моё, классика, нет, он попадет, блин, надо было брейкер вломить, у меня три шкалы было, ё-моё, либо он сейчас убьет, либо я его убью, я не могу на это смотреть, мне пришлось убить шансу, да, прости меня, и финалочка, я уже, мне уже надейло мучиться, реально, я вообще не умею играть, надо тренироваться, каждым персонажем, а мне так лень, ну давай, шансун против шансуна за детка вообще нет смысла переключаться, потому что за него вообще играть не умею, у него немножко комбухи меняются, понимаете а если усиленный, просто удержал его и все нет, ё-моё, я думал все-таки ни одного удара, почти не вручу на ци сыворотку поваляйся да, конечно, я уже ты короче, в таком виде он черепухи, видимо, не кидает, я понял почему Сайрекс-то не пришел, когда нужен, а? охренеть давай я тебе вколю в сыворотку о, крутяк я думал, никак не отлечусь, а он остался в образе старика мутузить, класс и, ребята, концовочка шансуны мутузить Но я знал, что горгантливая страсть была брызгая. Мой маленький крафт был разрушен. Я закрыл глаза, ждем, чтобы уничтожить, надеясь, что Неверный ремень не обманывал мою душу. Но когда я их обрабатывал, я увидел себя, не в холле, но на университете. Из их руинок я мог узнать, что большие граждане бывали там. В холле, где-то внутри руинок, я нашел, что я могу только описать, как брызг. Когда я научил, как обрабатывать свою мощь, я стану невидимым. Блин, ребята, это же прикольно. Если я не ошибаюсь, в 11-й части, в дополнительном сюжете Aftermath, там же мы играли за Шансуна, и там был остров Шансуна, и там был колодец, душ, по-моему. Случайно это не отсылка на 11-й МК, это же получается сейчас у нас новый канон, новое вселенное, вселенная, вся фигня. И я в шоке. Походу, реально, здесь предыстория, как Шансун наткнулся на остров, который мы знали в 11-й части Mortal Kombat'а, и колодец душ. Ребята, пишите, что думаете по этому поводу. Мне будет интересно почитать. И всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Пишите в комментариях, какой персонаж будет следующий, чью башню мы будем смотреть, и концовочку. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok